Это почти 70-метровое судно на Амурском заводе построили лишь для того, чтобы по нему стреляли с военных кораблей. Оно так и называется – судно-мишень. Предназначено для учений. Впрочем, стрелять, конечно, будут не по корпусу, а по сеткам, которые натянут между мачтами. Это один из заказов Министерства обороны нашему заводу. И уже не первый. Таких заказов, больших 68 метров, построенных в прошлом году и сдано плоту, 3 единицы. Этот судно уже подготовлено к спуску. Сейчас ожидается, когда ледовая обстановка на реке Зея разрядится. И завод спустит на воду первое судно-мишень и еще таких одна единица и две поменьше. А самый высокотехнологичный заказ на сегодня – это два гидрографических катера для Тихоокеанского флота. Суда начинены сложными электронными приборами, которые будут замерять и через спутник передавать данные о температуре воды, течении, скорости ветра и многом другом. А помимо того, внутри имеются все условия для экипажа, включая даже сауну. Один из катеров сдадут заказчику в нынешнем году, второй – в следующем. Всего же в цехах судостроительного завода сегодня идет работа над семью единицами морской и речной техники. Весной прошлого года строили лишь четыре судна. Правда, они находятся уже сейчас в завершающей стадии, поэтому беспокоимся о новых заказах, о новом портфеле, пополнении портфеля заказов. Поэтому все главные специалисты сейчас в этом направлении работают. Если мы еще доберем ряд заказов по этому году, то, конечно, мы можем даже и продвинуться вперед. Вперед по сравнению с прошлым годом, когда предприятие впервые за долгий срок получило прибыль, обновило оборудование и повысило зарплату сотрудникам. Кстати, помимо своего основного продукта – кораблей, завод сегодня готов производить и любые металлические конструкции для города. Скажем, остановочные павильоны и уличные турники. Оказать ему в этом поддержку обещал исполняющий обязанности городоначальника во время своего недавнего визита. Анна Шадрина, Александр Матвеев, программа «Город».